Битва за прибамбаск Битва за прибамбаск Битва за прибамбаск Битва за прибамбаск Битв only второй бой может быть он будет тоже достаточно удачлив. Интересно, а в данной потасовке только жрец и друид, как я понимаю, или все-таки там будут паладины? И еще всякие там шаманы, или воины, не знаю, вместо паладинов. Потому что вроде на картинке нарисованы три главных босса, а по факту я вижу только тряпошника и кожевника. Интересно, интересно. Или они будут как-то меняться по дням, например, я не знаю. Это вообще возможно в данной потасовке или нет? Итак, попытка номер два. Надеюсь, она будет тоже достаточно удачной. Хочется отметить, что в данной потасовке не нужно составлять свою колоду. Это безусловный плюс. Нам всем дали красивые рубашки карт. Это тоже можно отметить как плюсик. А вот то, что у нас тут только друид и жрец немножечко обнадеживает. Потому что на картинке нарисованы три босса, а по факту их почему-то всего два. Непонятно. Непонятно. Ну ладно. Даже это уже хорошо. Можем посмотреть новые карты. Посмотреть механику, наверное, как задумывали разработчики колоды новые и новых существ, как они должны были бы работать друг с другом. В данном случае жрец на драконах и друид на големах. Что же мне делать? Что же тебе делать? О нет! Жода погибла. Зато появился нефритовый голем. Петчонка! Мне надоели твои дурацкие големы! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ты смеешь бросать вызов сильнейшему из лады прибамбаска? Мммм... Вы там все такие скучные? Угу. Вот все-таки подкатила карта за три маны. И это хорошо. Против данных големов очень важно играть достаточно быстро. Иначе... Смерть. И смерть очень быстрая, очень злобная и неотвратимая. Поэтому будем пытаться навязать игру. Будем пытаться контролировать стол и бить в лицо, пока это возможно. Но чего-то он сейчас такое огромное... Вау! У него есть и такие карты. А это уже сюрприз. Это уже нечестно. У меня не хватает одного урончика. Где бы мне его взять? Эмм... Где бы мне взять целый один урон? Не знаю. Ага! Я нашел где взять один урон. Это размах. Так, данная карта мне бесполезна. Поэтому, да, возьму размах. И... Давайте, чтоб нашего дракона не убили сразу. О! Погребение. Тоже, кстати, хорошая карта в данном случае. Может быть, мы его погребем, если он ударит в лицо. Да, игра затягивается, и это плохо. Это очень плохо. Это просто ужасно плохо. И размах-то. Конечно же, куда же мы без него? Еще одно озарение хватит. Может, ты бафнешь? Нет? Вот если бы он его бафнул, было бы здорово. Так, шесть мана. Можно уничтожить данную штуку. И... И что? И все? Какой-то отстой тогда получится. Шесть маны. Вот, был бы семь. Я бы тогда вот эти две карты разыграл. Так. Может быть, закопаем. Давайте, закопаем. И ударим в лицо. Нам не очень выгодно размениваться. Потому что время не на нашей стороне. Если мы не будем наносить урон. А он в любом случае разменяется. Корешки. Корешки, это здорово. Так, мы можем даже выставить провокатора. О, или вот этого провокатора. И дракончика. На силу заклинаний. Вот и дерево пришло. Приветствую тебя, стражевое древо. Теперь ты на моей стороне. Это здорово. Так, нефритовый голем. Напоминает терракотовую армию, которую в Китае нашли. Если я ничего не путаю. Может быть, я путаю. Ну, вроде бы там. Может быть, это отсылочка к ней. Так. Мы можем законтролировать разум. Это что нам даст? Ничего. Ладно. Не будем придумывать велосипед. Вот. И вот так. Хорошо. Мы смогли отвоевать стол. У него три карты. Ой, две карты. Что я говорю. И надеюсь, что это всего лишь нефритовые големы. Потому что пока они маленькие, нам еще не так страшно. А вот когда они подрастут, это будет очень больно. Это будет очень, очень, очень больно. Так. А, ты не дракон. Поэтому можно спокойно бафать какое-нибудь существо. Хорошо. Хорошо. Если сейчас не будет что-то необычное, тогда мы победили. Отлично. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Еще один урак повержен сильным кабалом. Нет! Это невозможно! Нет! 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 Очень здоровская озвучка. Да. Да, только вот непонятно, к чему здесь тогда нарисован данный. Как его зовут-то? Не помню, как тебя зовут. Ну и ладно. Давайте посмотрим, что же нам выпадет на этой неделе из комплектов. Кручу-верчу, легендарочку хочу. Нет, 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 нет. Редкая карта. Тревога-бот. Понятно. Ну что ж, вот такая вот потасовка нас ожидает на этой неделе. Может быть в дальнейшем будет меняться босс, и у нас будет не только жрец и друид. Может быть и нет. Покажет время. А на этом я тогда буду заканчивать. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Рассказывайте о канале друзьям. Не забываем оценивать данное видео. И увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.